Привет, друзья! Катин Патак снова с вами. Выехали сегодня на шурф. Будем тестировать мою новую катушку и мой новый аппарат. Вот такая яма у нас здесь. Все как положено. Катушка на 22 кГц и квазар F3. А это Иван. Это Иван, наш мастер. Наш самый лучший мастер, который делает вот такие вот вещи. Это мой шурф. Это я сейчас пытаюсь, так сказать, обновить. Вот такие вот рашпиль. Рашпиль, дырку проковыряли. На разной глубине у нас тут такие вот закладухи, закладные ямки. Я их сейчас проковыряю. Ну да, чтобы можно было впихнуть. Видите, какой тут грунт. Как пластилин, но грунт такой конкретный. Назвать его тяжким или легким, я не скажу. Та не, нормально, но песка нету и хорошо. Главное, главное, что это не суписть, не песок. Все хорошо видно. Да, все видно. Мы сейчас трошки побалуемся тут. Трошки переверим. И будем... Будем бачить, что у нас, любые друзья, выходит. Так, линейки тут у нас, а на линейках. Дивися, тут у нас такой набор, как всегда. Закладухи. Даже золотой хрестик есть. Да. Тут цикавых, разных, різноманитных есть целый. Очень много. Динарии тут. Динарии, потом Нак, скифский и все. Полторак, Сигизмунда, все. Ну, то, что я, Белончик, все есть. То, что копают, то и будем ложить. Да, и вот тут Катькин Пятак тоже такой. Ушатанный. Да, ушатанный мне подарили. Вот. Нак, семечка вот такие. Да. Ничего, нормально. По глубинам. Да, что там по глубине, кстати. По глубинам у нас идут такие. Мы будем один раз вам покажем. У нас сейчас есть 10. Так отсюда может ходить. Нет, там все нормально видно. Видно? 10. Осе у нас тут 15. Ось 15 у нас. Дальше иде 20. Сама глубокая 20. Туди закладываем. Как мы бачим, я не закладываю вот так на краюк ямки. Я закладываю максимально глубоко, чтобы датчик... Да, нет, ни краюк ямки не летится. Да, все еще на краюку ямки, это, ну, это, взагалі, я считаю, это неправильно. Херня. Так, дальше иде 25. Ось там 25. И там 30 вроде было, да? 30 у нас. Это законная моя глубина. Вот для меня 30, я бачу, если 5 копеек радянских бачить на 30, Гарно сигнал такий с проходу чипляет. Это для меня достаточно. Ось, и дальше там 35 уже пішло в яме туди. И там дальше 40. То есть уже на дне тут еще 40. Ну, это так для годы, как ты говоришь. Будем приступать? Да, будем, будем начинать потихонько. Начинаем наши тести. Катин пятак. Медь. Восемьдесят шесть. Восемьдесят пять. Так. Начинаем мы с 20 сантиметров. Двадцатка. Двадцать сантиметров. Загадаемо, частота у нас 20 килогерц. Это двадцатка, это не десятка, друзья. Это 22. Это 22, это не 10. Хорошо. Я смотрелся там по меню, ток 70, по-моему, 9 миллиампер. Фильтр, фильтр slow. Ну, в принципе, схема озвучки п'ята. Барьер який тебе? Четыре. Ну, четко видит. Дальше. Хорошо. Давай-то теперь на 25 сантиметров. Дальше. Видит. Сработка еще об траву идет. Это надо учитывать. Высокочастотные катушки, они любят траву. Траву. Тридцать. Тридцать. Линеечка покажи, все линеечка. Все линеечка у нас 30 сантиметров. Все, мы ставим. Да нет, ты же замерял там все показывал. Чтобы там никто ничего не... Для особо неверующих. Да неверующие пусть не смотрят. Трицаха там. Так, куда она уходит? Ага. Пацан. Десят так у себя. Ну, почти под 80. 82. Так, дальше. Что дальше? Скажи дальше, что? Тридцать пять? Ну, я думаю, что на тридцать пять уже задохнется. Нет, то фантом. Ну, фантом лежит. Трава. А, там пятак лежит. Вон, убери. Да, пятак. Кстати, все для проверки. Ну, десятка бы такого уровня, бы такого размера увидела. Ну, скажем так, что это надо брать частоту, там, шесть, семь килогерц пробовать. Тогда да, будет. Тем более, учитывая, что это целина. Я скажу так, техническая сторона этого вопроса, это катушка велика и такие предмети, как бы, трошки больше, что-то было в плане, ну, что-то крупнее, какой-то кольоровый такой предмет, она взяла ее лучше. Чем больше катушка, тем вона, как бы, краще бачить большие предмети на большей глубине. Но за рахунок на ее размеру и вона за один мах захвачивает в два раза больше и пропусков в два раза меньше. Да, там вообще это красота по полю, это, я вам скажу, это сказка. Ничего быть лучше, даже никакая бабочка не сравнится. Ну, как по мне, это мое личное мнение, я могу быть не прав, но мне так нравится. Так, следующее, что у нас там? Следующий у нас это Билон 10 копеек. Серебро пятисотой пробы, сплав серебра и меди. Да, 1911 год. Ну, начнем мы, я думаю, с 20, не ма смысла, там, с 19. Вот, вот так вот. Мы же маркер поставим. По повітрю, до речи, нужно было сразу по повітрю. Ну, по повітрю давай. Ну, давай. 76, 77. Так, хватать, ну, хватит. Чотири раза махнули достатньо. Так, 20. Так хочется. Хочется. Махнушки, трушки, трушки речи, да. Вот так. А там просто на этом не видно. Ну, 72. Да все там видно. Видит. Давайте, 25. 25 вот тут. Вот тут. Да, все, метр. Ну, чуть-чуть начало уже проваливать его. Ну, я еще раз скажу. Это размер такой датчик, а в нем есть свои плюсы и свои минусы, как любому другому датчику. Ну, видит. Ну, 30, так, для годыца можем попробовать. Ну, что-то бачит. А ну, давай, витягнем. На яму на нас не наезжай. Ну, бачим тихо. Махай, махай. Махай, махай. Я за 30... Нет. Вот так. Махай, махай еще. Махай. Ну, все, засунул. Ну, видит, ну, давится. На срыве. Это мы уже... Это мы уже такие глубины берем для такого датчика. Ну, обычно монеты так не лежат, я вам сразу скажу. Это приблизная оценка и отношение до реального копа. Еще раз наголошую. Вона не мает ніякого. Это прикидочная оценка работы датчика, работы прилада. Все. Что мы дальше берем? Так, последняя монетка, одна копейка советская. Одна копеечка. По повитрю сразу. Махни два раза, чтобы люди BDI побачили, хватит. 47-49. Ну, я думаю, на 20-ки он ее зачепит. Давай. Махай, махай, махай. Да видит, видит. Видит ее, цепляет. Все. Такий тест ми вам хотели коротенький показати, але це так, для загального розвитку, щоб люди, ті, хто починають займатися металлопошуком, розуміли, як це працює і як це воно насправді в природі, хоча б даже от нас на шурфі на цьому. Ну, як воно працює. Дякую за увагу всім. Ну, що я вам скажу, по датчикам, датчики, в принципі, вони такої конструкції, вони б'ють, наче трошки вони в плоскості б'ють, але ж вони б'ють, все-таки, теж конусом. І з глибиною трошки втрачається, і чуйка втрачається, і, якби, з проходу не можна тоді вже так більш точно обнаружити цю ціль. Ну, і по полям захват. Ну, для поля, я ще раз наголошую, для поля це для розвідки, для добивки, якщо людина не швидко ходить розмірно, вдумливо, то все, вона все знайде, те, що їй, якби, попаде під датчик, захватить. Ну, а попадає під цей датчик дуже багато, я скажу. Я вже третій раз от це ходив, сьогодні, ну, бомба просто, бомба, захват, ну, ж, ніяка бабочка там даже і рядом не стоїть. Захват, ти йдеш, от кожен шаг, ти нічого не пропускаєш. Саме головне, що пропусків однозначно, пропусків менше, в половину буде менше пропусків. Може, навіть не в половину, навіть на процентах 70-80. Ну, в залежності від того, хто як ходить, розумієте? Є люди, що бігають, як коня, а є люди, що ходять розмірно, і так вони. Дякую, Ваня, за катуху, за апарат, бомба, бомба, наслаждаюсь. Головне, щоб тобі вона подобалась, головне, щоб знахідки приносила, радувала, найголовніше, щоб радувала. Все, всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і обов'язково жміть на колокольчик. Продовження буде, будуть тести, будуть огляди, так що не перемикайтесь. Все, пока.